Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в драконы всадники обуха так 10 день забираем 30 рун зайдем сразу событий посмотрим ага авиапатруль слушай я что такого и не помню авиапатруля что-то новенькое или я уже забыл но в любом случае он будет доступен нам через один день в данный момент не доступен а только лишь для драконных наездников а это донатеры мы не донатеры поэтому нам придется ждать кто этот у нас такой образ замаскированный ракошмык на с такими ценниками какие они там предлагают это знаешь я лучше поиграл бы обычным ракошмыком не обязательно замаскированным так то что наши драконы летят как всегда за плюшками так здесь у нас хватает нет не хватает нам не хватает древесины но я думаю сейчас мы соберем ее так колодец колодец ну-ка что то нам тут о 300 миллионов рыбы рыба у нас пофулки получается я могу так же почему у нас иди давай ищи хладожога нет хладожога не сможет он пойти и найти нам а он тут никого да не сможет нам пока да временно недоступны ну тогда отправляю я его в приключение пускай идет вон там прохлаждается здесь что у нас отказываемся и ну вот хоть что-то ребят нам досталось так плевак а это беда с армией драга напомнила мне парочку историй что ж ты молчишь йохан давай захватим чего-нибудь поесть и послушаем твои истории старина викинг из-за драконов мои овцы не спят по ночам я гоняюсь за овцами вместо того чтобы наслаждаться сном сон тебе точно не помешает ладно я попробую чем-нибудь занять драконов а ясно викинг думает что я перестану жаловаться если он сделает меня счастливым но это мы еще посмотрим поручите драконам давать рыбу и древесину в течение 23 дней 23 дней я понял ну а чему мы удивляемся 23 дня это ерунда по сравнению там с годами которым мы с тобой тратим да так ну что давай опа так нормалек я на на его отправлю дальше давай-ка братью не иди ищи рыбу а у меня древесины хватает я же могу теперь этого ветра крыла отправить все ветра крыльчик полетел так этот полетел этого отправляем этого тоже отправляем пум-пум-пум но пускай за древесиной лети так уж и быть так тут рыба буйволорд за рыбой лети понятное дело за древесиной тоже за рыбой и здесь пока все так эти ребята у нас прокачиваются вперед из песней пока тратить не будем на что посмотрим что тут вообще можно еще сделать а ну-ка ожидание вот так вот дайте я наверно загляну заберу наш бесплатный пак шторморез кревет громовой защитник но сегодня нам есть чем заняться да хотя мы занимаемся этим в прошлой серии мы набивали паки с тобой до шторморез шипорез громовой защитник но можно например открыть два пока вождя сегодня так опять треска опять тусклый янтарь ну а ты чё листочек тоже тусклый янтарь так стоп отправляем его на поиски ну а ты мячик и ту же тусклый янтарь все то же самое ничего новенького они нам не доставляют не приносит так рыбы у нас маловато я ничего не смогу да и принципе сделать отправить брать можно так просто на прогулку ну что тусклый янтарь готовимся нет руны слушай нормально 12 штук рун сарделька давай тогда лети в приключение барсик близнецы готовится к поиска шестеренки другие лагеря давай бесплатно криво клык что нам интересный выбор яйцо тусклый янтарь или шестеренки ага древоруб насколько я помню да так точно древоруб я его в ангар наверное отправлю так здесь у нас обмен уже есть а блестящая интерьера штука а еще можно заказать можно так и давай тут теперь зверем ежедневки четыре штуки выполнили слушай но нам модификатор не нужно может быть нам бандит уникальный костолом эксклюзивный костолом эксклюзивный по моему у нас есть постигниль мрачный мрачный зуб по моему тоже есть да в наличии 1 в наличии 1 а интересно что содержит пак ох ё-моё прутокоп из вояния водореза каплехват серебряный призрак мерзкий ревун ворчунья буря камнелом смертолап оу давайте-ка ребят наверно испытаем нашу удачу я понял удача нам только снится слушай что-то выпало но это наверное из вояний какой-нибудь да метание топориков куда это метание топориков а где она а вот вот сюда мы поставим метание топориков но это видимо где викинги у нас тренируются летает топорики скорее всего это для них что там по награде спасибо вымпелы весенние ну и последний тогда попробуем открыть пак шанс конечно там маленькие ребята очень маленький они подожди ну да только что руны на получали и все так а сколько у нас 4 500 чтобы расширить 4 500 надо трындец а здесь и тут 4 500 да ну что полетишь 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 куда-то денешься так еще у нас есть рыба вернись лети слушай ну неплохо это 400 железа нам принесут они 400 железа отлично так здесь 9 рун выпадает так иди там лети в одиночку и остался кривок подожди 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 какой какие поиски рыбы ты чё парнишка вот лети куда ну вроде бы здесь всех отправил пойдем тогда за двумя паками вождя и до откроем посмотрим что нам там выпадет мне бы как-то кривоклыка бы прокачать не помешало бы еще на один уровень было бы вообще шикарно ну а пока нам выпадает вот такой отряд я склонен разобрать наверное пристеголового для начала а потом уже заняться остальными а ай-яй-яй все фаерболл блин это не фаерболл ребята ты стопроцентная массовая атака была хиляемся тогда этого в минус ну что сейчас займемся этим хохломоном да и вам в принципе может сейчас фаербол нет или до бамс бамс ну да в принципе можно так сделать и вот так кривоклыка мы потеряем он сейчас уничтожит его ну а соответственно мы будем уничтожать его дебафим и барсик его сейчас пробьет давай родной жги а вот у нас и второй поединок музыка как всегда исчезла так я вижу здесь в принципе отряд легкий отряд лики тут змеевик барсик и костолом разберем змеевика потом дойдем до барсика и наверное уже в конце на сладенькое так сказать уничтожим костолома я думаю что это будет оптимальный для нас варианте ах ты же несчастный короче сделаем вот так вот поехали барсик на барсик ну да слушай единственно что вот это сейчас будет на на применять разбег только вот куда в кого он хочет ударить ну понятно все в барсик летит в минус так и столом остался один но у него сейчас будет очень быстро накапливаться энергии он таким макаром может барсик это мне на таким макаром он барсик это мне и уничтожил ладно засранец получи и распишись так ребята третий последний поединок до пака вождя и я пожалуй начну с него как-то вот когда тишина прям не по себе если честно хоть бы удары остались бы звуки ударов так но это у нас не элитный это обычный так что особо я как бы не боюсь его все уничтожили здесь громоль понятное дело что он будет фаербол уже пускать ага этот прокачал себе атаку усиленную нам и такое счастье не нужно блин сейчас подусиленная звезда нет наверно сюда да давай вот так сделаем а ну и это честно начнем массовую атаку сделает нет он не стал массовую делать хорошо мы тогда сделаем вот так вот и будем вот потихонечку уничтожать нет ты не попадаешь ты парнишка не попадаешь ну и в принципе можно его добивать давай кривок вали его так ребят ну вот он первый пак вождя у нас выпадает нам костолом древоруб крылатый ужас шторморез громоль парящий прихвостень убийственная бабочка монарх офигеть вот если бы она еще была бы у меня открыта бы да цены бы не было в этой убийственной бабочке монарх блин почему тут забытие еще какое-то показать не могу понять так у нас по моему тут опа у нас древоруб есть его надо кстати вознести грамма ножку может быть вознести друзья нет я не уверен ладно грамма ну вознесите трех драконов так ну что дальше арена ребята выпал мне обычный пак тут как говорится и удивляться нечему ну давайте мне воу истинный шепот смерти здесь само собой его нужно очень блин тут еще и ветрокрыл так такая очень очень мощная команда получается ладно шепота мы завалим а потом нам надо будет копить копить энергию для того чтобы его ослепить только лишь вопрос в том успеем ли мы по моему нет это трэш да он оборзел просто в корень ребята посмотрите сколько он мне тут чего оставил и как вы прикажете мне здесь драться но я поставлю слепоту сюда допустим будет применять ну конечно же конечно же будет применять свой да слушай а мы знаешь что можем сейчас сделать да ё-моё проснулся давай-ка я так сделаю может быть сработает этот вариант да вариант рабочий а нам нужно теперь как-то быстренько уничтожить ветрокрыла ветрокрыла с ветрокрылом справились а вот как здесь теперь быть давай слепоту повесим тогда он сейчас будет щиты на себя вешать нет не вешает ничего ну ты жук ты навозный а ты посмотри блин ничья друзья мои ничья очередной поединок и здесь в принципе команда не особо сильная самый наносиный как по мне это здесь громыль не знаю может быть для кого-то по-другому но вот для меня именно он и то благодаря своему фаерболу и все этот у нас чисто идет как баффер опа замечательно удар давай-ка вот так на разе он блин надо было все-таки валить этого сюда в жарим на следующем ходу мы его разбираем этого барсика ну и остается у нас громыль один один одинешенек я жду жду от него фаербола я знаю что он выпустит его рано или поздно но он не успел так следующие противники я надеюсь что это последний поединок если мы с тобой уничтожим вот этих всех троих без не можно конечно потери понести но главное чтобы уничтожить трех нам не хватает заморозчик еще лезет а вот тут еще и сарделька ее парасетет не тут тут у нас навряд ли что-то получится о промахнулся да ладно блин давай наверно все-таки сардельку в первую очередь потому что у нее двойная атака эта бесявая а этот у нас замораживает ну мы сделаем вот так вот хотя мне надо было слепоту на него кинуть и было бы вообще топ да так было бы лучше намного он бы по слепотой начал бы бомбить своего калифана а так видишь у нас что получается ладно хернемся ну что я тебе уже авансом скажу что мы здесь победим только игра бы лишь бы не вылетела блин и чё-нибудь не чудануло видишь потому что звуки исчезают это уже говорит о том что какой-то бак-лак я не знаю досвидос кальвадос так ребята вот он второй пак вождя давай открывать шторморез ловарых рыцарь смерти парящий прихвостень и щейка оу хлыстарез ну и в принципе все жалко конечно что с паком мы с тобой не смогли ничего достать но там шанс конечно маленькие ты видел шанс вообще 0.45 ниже процента тут вот чуть полтора процента здесь полтора то есть 2-3 процента сам понимаешь шанс выудить это он если метание топориков 3.53 то есть 3.53 процента вот еще может быть вот если бы смертолаб бы выпал я был бы доволен если честно но нет ну а я друзья буду на сегодня закругляться всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков